Больше никакого смрада и разбросанного мусора. Но для кого? Владимирские чиновники до конца года установят в городе новые контейнерные площадки. Сметная стоимость одной из 138 тысяч рублей. Закупили их из средств местного и областного бюджетов. Всего 10 штук. 89 отдадут муниципальным организациям. И только 11 достанутся частому сектору, расположенному в Ленинском районе. Когда не было мусорницы, здесь свалилось не то что в кучу. Растягивалось на многие метры вперед. Сваливали сучьи, ветки, бытовая вся рухлядь, помойка, отходы. Растаскали с собаками на траву, на лук. Полная антисанитария. Для жителей всего города мусорная проблема – наболевшая тема. Контейнерные площадки перегружены. Понятно, что помойки во дворах – головная боль жителей. Однако во Владимире есть проблемные мусорки, установленные на муниципальной земле. О таких в том числе мы рассказывали в наших материалах. Как правило, пользуются ими жители сразу нескольких домов. И не всегда такие площадки оборудованы как надо. Но, по крайней мере, пока акцент властей сделан на обновление мусорных площадок у объектов культуры и спортивного досуга, образовательных учреждений и детских садов. Последним, к слову, достанется львиная доля новых контейнерных площадок. Сначала это был просто контейнер. И мы, как могли, сами его огораживали. Но, если вы заметили, здесь рядом находятся практически в шаговой доступности детские прогулочные участки. И всегда было очень неэстетично, выглядела наша контейнерная площадка, хотя мы за ней следили. Новинку установят по санитарным нормам. Крытые площадки оснастят двумя баками, сектором для крупногабаритных отходов, а также местом для контейнера раздельного сбора мусора. 780 таких баков появятся на площадках не позднее февраля следующего года. Сейчас порядка 80 площадок уже смонтированы и используются. Чиновники подчеркивают, что отдаленным микрорайоном обновленные мусорные площадки тоже достанутся. Мы ставим контейнерные площадки и в Юрьевце, и ставим контейнерные площадки в Октурдье. Потому что я считаю, что все наши жители города Владимир, независимо это пригород, вновь присоединенная территория, они должны пользоваться такими же благами, как и в центре города Владимир. То есть контейнерные площадки мы устанавливаем и на присоединенных территориях тоже. Власти говорят, что на сотни площадок для мусора останавливаться не собираются. На следующий год городские чиновники запросили у области 12 миллионов рублей на еще одну партию контейнерных площадок.